21 апреля в зале администрации района прошло очередное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы муниципального образования Кашхабский район. В работе совещания принял участие исполняющий обязанности прокурора района Мурат Хакуй, первый заместитель главы района Руслан Еймыков, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава сельских поселений, директора школ, заведующие садиками, начальники отделов и ведущие специалисты администрации района, ввел совещание глава района Заур Хамирзов. На повестке дня было два вопроса. По-первых, о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения мероприятий в честь праздника весны и труда и 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов выступил исполняющий обязанности заместителя начальника полиции межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский Александр Воронов. В Кашихабльском районе планируется проведение мероприятий, приученных в дню весны и труда и 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в которых будут принимать участие как жители Кашихабльского района, так и приглашенные лица. В целях обеспечения правопорядка, безопасности граждан и дорожного движения в период подготовки и проведения вышеуказанных мероприятий в отделе МВД России Кашихабльский. Разработан, соответственно, приказ, все правоостанавливающие документы. План находится сейчас на согласовании. Кроме того, произведен расчет сил и средств, которыми обладает межмуниципальный отдел. Предварительно на охрану общественного порядка перед проведением мероприятий планируется задействовать 70 сотрудников полиции. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв в количестве 10 сотрудников, которые на момент начала и окончания мероприятий будут располагаться в административном здании муниципального отдела. Кроме того, планируется задействовать членов народной дружины Кашихабльского сельского поселения, которое у нас официально зарегистрировано. Сотрудники укомплектованы, насколько я знаю, полном объеме, атрибутикой соответствующей и казачество. Казачество порядка 40 человек планируется привлекать. Это по согласованию с атаманом. Садокладчиком по этому вопросу был начальник управления сельского хозяйства Заур Самоков. В Кашихабле будет проводиться конспортивное соревнование в честь 70-го годовщины Великой Международной войны. Для обеспечения безопасности и проведения скачек совместно с Кашихабльским сельским поселением ведутся все мероприятия. Это на сегодняшний день готовые распоряжения главы сельского поселения, карта, где будут проводиться соревнования, оргкомитет совместно с поселением и управления сельского хозяйства. Также после сегодняшнего завещания будем отсылать письма МВД Кашихабльского района МЧС и Центральному району повинцу для обеспечения. Территория ипподрома будет полностью огорожена лентами, как мы в прошлый раз сделали это все. Подъезды к ипподрому будут определены. Там две улицы, когда проводили скачки, две улицы оставляли, а остальные все улицы с аулов мы все закрывали. Значит, где будут стоять две лошади, все это уже мы определили по карте, тоже будет огорожена лентами. Значит, дорожка полностью будет тоже огорожена лентами, чтобы не подходили люди там близко к дорожке, где будут скакать кони. Значит, также ожидается около трех тысяч людей на праздники. В связи с тем, что на этом празднике будут работать торговые точки, глава района Заурхамирзов потребовал во время мероприятий особое внимание уделить недопущению продажи алкоголя. Далее слово предоставили начальнику управления образования Косею Киргашеву. Он довел до сведения присутствующих о проводимых мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности при подготовке и проведении последних звонков на территории Кашхабского района. В исполнении поручения временной исполняющей обязанности главы Республики Адьея в соответствии с протоколом нещетного заседания о террористической комиссии Республики Адьея и оперативного штаба Республики Адьея 4 апреля 2016 года номер управления образования администрации МСМР Брешхабского района сообщает, что у всех образовательных учреждений учреждения проявлены в следующем мероприятии. Значит, инструктажи и врачейские занятия под действием в экстремальных ситуациях в случае угрозы террористического акта с педагогами и оттуда же персонала. Проведение практических тренировок по эвакуации людей из административных зданий, обследование в случае необходимости эвакуации учебных заведений, бесхозных транспортов и строительных бытовых мусорных контейнеров, других предметов и объектов, которые могут быть использованы для закладки за их устройство. Значит, создание зоны безопасности путем переноса автомобилевого транспорта на безопасное расстояние. Значит, запрещен приезд на территорию обзывательного учреждения транспорта, обследование прилегающей территории к обзывательным учреждениям дорожной сети, усиление и контроль по маршруту вдоль и впроте прилегающих к объектам образования с целью выявления подозрительных лиц, а также возможных признаков бортовки с речевым актом. В обзывательном учреждении организовано тежурство с проведениями структажей в случае обнаружения подозрительных предметов и подозрительных лиц на территории обзывательных учреждений. Значит, издаются приказы об обзывательных учреждениям в исполнении данных мероприятий. Приведена в соответствие на противно-правовая документация, регламентирующая деятельность обзывателя учреждений по вопросам обеспечения комплексной безопасности. Обеспечена постоянная связь обзывательных учреждений с медицинским службами района и, скорее всего, информировать в случае необходимости. Есть некие рекомендации в год, с миссией сообразования. Последний звонок – это 25 мая с 9.00 до 9.45. После доклада с рекомендациями выступили исполняющие обязанности прокурора района Мурат Хакуй и первый заместитель главы района Руслан Ямыков. Еще подозрительных предметов. Что касается подозрительных лиц, не надо думать, что там будут ходить люди с бородами и автоматами на перевес. Это будут, прежде всего, незнакомые лица, скажем так, скорее всего. Поэтому на них тоже есть пожелание обращать внимание. Они выделяться будут, 100%. Девает небольшую обеспокоенность именно взаимодействие с МЧС республиканским. Что касается вопросов пожарной безопасности, пока какие-то небольшие кадровые перестановки у нас в районе идут, соответственно, милициями, просто поддерживая все-таки серьезный контакт. Как мы делаем это постоянно, ежегодно, совместные комиссии, именно что касается в том числе пожарной безопасности. Очень немаловажный вопрос. Я хочу, чтобы вы пристальное внимание в том числе и этому вопросу делали. Глава района, в свою очередь, порекомендовал директорам школ и ГИБДД следующее. Впереди у нас последний звонок и начало единого государственного экзамена. Мы специально сегодня на эту комиссию пригласили из заверующих садиков и директоров школ. При перевозке детей еще раз, вот, когда единый государственный экзамен начнется, у нас единый пункт сдачи, единого государственного экзамена на базе первой школы. У меня просьба инспекции безопасности дорожного движения и директора школ. Автобусы, техническая безопасность, технический осмотр всех автобусов, всех школьных автобусов. Все вопросы были рассмотрены и решение по ним было принято комиссией единогласно. Я хотел бы сегодня поздравить всех присутствующих здесь глав администрации сельских поселений. Сегодня замечательный праздник, день местного самоуправления. Здоровья всем! Терпения! Терпения! Продолжение следует...